Наша запись включена, звук мы проверили, качество видеосвязи мы проверили. И мы продолжаем с вами нашу потрясающую, уникальную серию. Она называется «Новое сознание для новых технологий». Это вовсе не означает, что только люди с каким-то необыкновенным, уникальным, научным, техническим, гуманитарным, либо расширенным состоянием, люди в просветленном состоянии сознания, называется так, способны владеть новыми технологиями. Нет. Эта серия вебинаров направлена на то, чтобы напомнить человечеству, что все новые технологии, которые приходят на планету, которые призываются на самом деле сознанием самого человечества для того, чтобы качественно улучшить жизнь этого самого человечества. Очень хорошо, когда эти новые технологии не опережают сознание, уровень развития сознания человечества, а соответствуют его. Поэтому в связи с тем, что на планету сейчас приходит такое огромное количество открытий, важно, чтобы человечество было готово в своем сознании принимать эти технологии, используя их по назначению для сохранения планеты, для улучшения качества жизни, для сохранения экологии, для поддержания всех форм жизни планеты Земля. Мы знаем по истории этой планеты огромное количество примеров, когда технологии опережали развитие сознания человека, и это приводило к тому, что атомная энергетика, которая была важна в тот момент, когда она развивалась, первоначально открытие атомной энергии было использовано во вред человечеству. И сейчас на самом деле очень многие, мы говорим сейчас о ядерном вооружении, о том, что было у нас в Хиросиме, в Нагасаке, мы знаем на самом деле огромное количество технологий, которые первоначально пришедшие к нам для того, чтобы улучшать жизнь всего человечества, использовались небольшими группами людей для того, чтобы манипулировать человечеством. Поэтому чем выше уровень сознания человечества в целом, тем более эффективными являются новые технологии, которые сейчас приходят на планету, которые готовы для всего человечества, и они здесь для того, чтобы служить человечеству. И на самом деле это всегда было так, но сейчас, так как большая масса населения все же является осознанной, мы это видим, мы это наблюдаем, и мы начинаем чувствовать это. Каждому из нас хочется, чтобы технологии, входящие в нашу жизнь, первое, облегчали нашу жизнь, второе, качественно улучшали ее. Если сейчас мы будем с вами сравнивать эти два понятия, о которых только что говорили, конечно, стиральная машина улучшает быт человека, потому что не нужно стирать ручную. Однако, если эта машина энергоэффективна, если она энергосберегающая, если она бесшумна, если в ней огромное количество функций, то, конечно, она еще и помогает во многих качествах действительно сделать вашу жизнь, превратить вашу квартиру, в том числе и в умный дом. Когда вы можете спокойно перемещаться на кухне, либо там, где у вас стоит стиральная машина, и совершенно не чувствовать ее присутствия. И недалеко то направление, когда все, что вся та вода, которая является загрязненной после стирки, после полоскания, как это сейчас происходит в Японии, на самом деле, будет использована для того, чтобы стать вторичным ресурсом в домах, которые могут действительно называться умными и экологически чистыми. Мы с вами рассматриваем на предыдущих наших встречах, в том числе и технологии переработки воды в Японии, где вода, которая является стучной, больше не является предметом, который загрязняет окружающую среду. Она используется вторично, после очистки она используется для тех же сливных бачков, для отопления, для многих нужд. По факту она действительно чистая, проводились исследования, ее можно пить, единственное, что сознание человека не принимает это. Но эксперименты показали, что в большей степени эта вода намного чище того, что мы покупаем в так называемой питьевой бутилированной воде, которая стоит на всех заправках, во всех магазинах. И если несколько лет назад мы удивлялись тому, что где-то питьевая вода продается за деньги, то сейчас мы не только этому не удивляемся, сейчас очень мало можно найти жилья, где бы не было питьевой бутилированной воды. Фильтров для воды, либо кулеров для питьевой воды. Поразительно, но основной ресурс планеты, который дает жизнь вместе с воздухом, благодаря которому мы дышим и живем, так вот питьевая вода стала на сегодня ресурсом, который не является больше безопасным. Мы не знаем, где купаться, мы не рискуем пить чистую воду из-под крана, мы не считаем ее таковой. И даже когда мы находим озеро, либо водоем в удаленной от жилой зоны местности, в лесу, в полях, в тайге и в джунглях, мы все равно опасаемся там купаться, потому что не знаем, какими подземными водами питается данный водоем. Чем он наполняется? Сегодняшняя встреча, она как всегда уникальна, как и все наши предыдущие, не потому что уникальные знания, а потому что уникальны вы. И сегодняшняя встреча имеет свое название и свою тему – это городское сельское хозяйство. Прежде чем мы перейдем с вами к этой теме и посмотрим, каким образом новые технологии, и мы с вами сейчас здесь поддерживаем внедрение технологии струнного транспорта второго уровня, Skyway, они называются Skyway, я хочу, чтобы вы посмотрели несколько фотографий. Может показаться, что они не имеют никакого отношения к сегодняшней теме, и все же я хочу вам их представить. У нас с вами существует одно из таких направлений, которые мы рассматриваем, которое называется «Где был мир и куда мир движется?». И фотографии, которые видите сейчас, я буквально перед сегодняшней встречей зашла в ВКонтакт, разместить ссылку на вебинар, и как раз в новостях увидела эту группу фотографий, сейчас я вам покажу. Это общество, которое называется «Здоровый образ жизни», ЗОЖ сокращенно. И то, что вы видите здесь сейчас, могло бы показаться очень странным, очень странным на самом деле, и надо обладать огромным мужеством, чтобы распечатать фотографию умершего родственника во всю величину и путешествовать с ним по всей планете. И это вновь приводит к темам, которые мы рассматривали с вами в этой серии вебинаров. Человечество работает ради работы, либо человек трудится для того, чтобы качественно улучшить свою жизнь и отличаться от животного, цель которого – пообедать, размножаться, плодиться и охранять свою территорию. Где был мир и куда мир движется? Насколько сегодня мы свободны в том, чтобы путешествовать, и позволяют ли нам сегодня даже не наши финансовые ресурсы, а транспортные возможности, социальные возможности, экологические возможности, технологические возможности путешествовать и побывать там, где мы хотим? Наверное, нет. Для большинства людей это не является чем-то действительно, о чем они могли бы сказать, я легко могу это сделать. И очень много людей, которые могут сейчас путешествовать только в виде фотографий, если бы их родственники взяли их с собой. Это факт. Современное человечество работает намного больше, чем человечество работало столетия и тысячелетия назад. Оно все меньше и меньше, современное человечество получает удовлетворение от своего труда. И имея в арсенале огромное разнообразие средств передвижения, огромное количество обустроенных мест в виде отелей, в виде курортов, в виде небольших бунгало, человечество не путешествует настолько, насколько могло бы. И эта фотография, которую вы видите на своем экране, она показатель того, что в массе своей человечество работает ради работы, находится в режиме выживания, проживая на планете огромных ресурсов, которые при рациональном использовании и при отсутствии жадности могли бы позволить человечеству увеличиваться еще на 7 миллиардов. И где все человечество могло бы себя прокормить, могло бы быть сытым, могло бы быть образованным и жило бы в мире. И так отец этой девушки, который при жизни никогда не мог себе позволить попутешествовать по тем, либо иным причинам. И был момент в наших вебинарах, в нашей серии, этому была посвящена целая серия, когда я вам показывала, что появилось на планете целое направление. Целое направление людей, которые не желают больше сидеть в офисах. И не важно, какая зарплата, потому что зарплата и высокая, она просто уходит на высокие кредиты, на дорогостоящие дома, на дорогостоящие машины, на дорогостоящие образования. Если человек попадается в паутину и становится зависим от массового сознания, и маленькая зарплата, те же самые долги, тот же самый режим выживания, только маленькая квартира, не очень хорошее образование, либо отсутствие его и так далее. Но та же самая зависимость. И появилось целое направление сейчас среди человечества планеты Земля, когда люди всех слоев из всех социальных статусов, из всех уровней возрастных категорий просто начинают оставлять, выходить из этой рабской зависимости только на работу и только с работы домой, это считают устраивать свою жизнь так, как они считают нужным, когда они перестают быть зависимы от того, что социум диктует им делать. И это фотография, которую вы сейчас видите, фотография человека, который вовсе не является бедным и пересел на велосипед не потому, что ему бедному негде жить, и он такой ветром гонимый солнцем полемый, решил начать путешествовать по планете. Нет, человечество переходит к новым степеням свободы. Человечество имеет право быть свободным. Те технологии, которые уже в огромном изобилии на этой планете, которые на самом деле действительно пришли здесь для того, чтобы служить человеку, начинают приходить к тому итогу, для чего они появлялись. Все же появляются технологии, которые начинают объединять мир настолько, что могут вместить в себя все современные наработки человека. И мы с вами рассматривали буквально на предыдущей встрече, что при том количестве технологий, которые сегодня есть, и в альтернативной энергетике, и в альтернативных производствах питания, во всем, что только можно. Почему это теперь не внедряется? И мы рассмотрели эту ситуацию, потому что современные города, современные сельхозпоселения не соответствуют технологическим требованиям тех новых технологий, которые приходят на планету. И когда мы начинаем рассматривать линейные города, которые появляются в момент, когда мы прокладываем на этой планете дороги второго уровня, струны транспорта Анатолия Дуарча и Митского, мы начинаем видеть, что при обустройстве каждой такой станции, вокруг которой появляется город, вполне возможно и вполне реально закладывать сразу все самое лучшее и изысканное для человека, включая систему образования, включая систему здравоохранения, включая то, как будут выращиваться продукты питания, как дома, где будет проживать человек, очистка и вторичная, и первичная, и переработка отходов. Когда это в комплексе, это решается легко, изящно и изысканно, потому что не нужно ставить заплаты на халате, который уже расползается. Можно сразу начинать строить с нуля. С нуля и так, как необходимо. У каждого из вас сейчас присутствующего здесь есть квартира, жилье. Это либо ваше жилье, либо то, что вы снимаете. И когда вы сейчас, я сказала, что вы знаете, я готова превратить вашу квартиру в умный дом, в умную квартиру, где вы заходите, нажимаете, вы с телефона можете, пока летите, включить вашу кофеварку, включить стиральную машину, включить кондиционер, сделать, и начинаю перечислять необыкновенное удобство этой умной квартиры, либо умного дома. Первое, о чем задумывается любой хозяин своей квартиры, либо дома, он начинает смотреть на свой дом, квартиру и понимать, что для того, чтобы сделать свою квартиру умной, надо все смести. Потому что коммуникации сейчас негде проложить, для этого надо все переделывать. Поэтому проще взять и построить этот, и дешевле взять и построить этот умный дом в другом месте и переселиться в него. Вот по этому же принципу работает внедрение технологий в современном человечестве. Казалось бы, обладая таким огромным, колоссальным ресурсом, человечество не внедряет, потому что это затрагивает всю инфраструктуру. И современные города, они не способствуют тому, чтобы интеграция новых технологий проходила плавно. И новые города расширяются, мы с вами это рассматривали, также лишь за счет захвата привлежащих, близлежащих территорий. И сегодня мы рассматриваем с вами тему, одну из тем, которая вновь показывает, насколько удачное изобретение, если мы это так назовем, линейные города. Сельское хозяйство, сейчас я напомню для тех, кто, возможно, забыл, возможно, никогда об этом не задумывался. Мы предыдущие о том, что сельское хозяйство – это нечто, что развивается на селе. Да, это огромная отрасль экономики, особенно для России, считающаяся аграрной страной. Отрасль экономики, которая направлена на обеспечение населения продовольствия. И издревле сложилось так, что как бы сельское хозяйство пошло от слова «село», то есть это некое пространство, которое удалено от города, которое имеет пассивные площади, которое имеет пастбище, которое имеет достаточных ресурсов в виде почвы, растительности и воды для того, чтобы вырастить продукты пропитания для жителей города. Это просто парадокс. Как-то мало кто об этом задумывается, что по факту город всегда являлся паразитом. Всегда. Нигде вы не услышите, чтобы где-то в истории человечества сначала сотворение времен за все те тысячелетия и миллионы лет, когда существовало много цивилизаций на планете, город бы поставлял что-то для села. Город является огромным пылесосом, который высасывает из окружающей среды и из окружающей планеты все возможные и невозможные ресурсы. Мало того, чтобы любой город тщадно эксплуатирует блестежащие земли, для того, чтобы выращивать животных, для того, чтобы выращивать продукты питания, любой город является огромным эксплуататором для недр земли, потому что все, с чего построен город, это ресурсы в недрах планеты, металл это ресурсы в недрах планеты и так далее. Да, сейчас существует огромное количество альтернатив, и мы с вами имеем счастье сейчас воплотиться так, чтобы наблюдать внедрение этих технологий. Так вот, линейные города сегодня могут впервые за всю историю человечества развернуть само понятие города из позиции «я потребляю» в позицию «я обеспечиваю». Сейчас на планете Земля, вы знаете, у нас очень сложная экологическая обстановка, мы везде говорим о том, что у нас кислотные дожди, что у нас эрозия почв, что у нас потепление, у нас огромные выбросы в атмосферу, у вредных газов у нас загрязнены реки, и мы списываем это на промышленность, на производство, мало задумываясь о том, о какую роль современное, именно современное сельское хозяйство играет во всем этом. Стокгольский международный институт воды, СИВИ, так он называется сокращенно, провел ряд исследований, и эти исследования были шокирующими. Сотрудники университета, научные руководители официально заявили о том, что современное сельское хозяйство, а именно животноводство, является отраслью, которая может привести всю планету на край экологической катастрофы. Сейчас мы не говорим здесь не о том, что давайте все станем вегетарианцами, давайте все перестанем есть мясо, тут нет никаких призывов, мы сейчас с вами будем смотреть на факты, на факты того, что сейчас происходит на планете, где был мир и куда мир движется, что мы с вами можем сделать, потому что голос каждого имеет вес. Ваш голос, который присоединен к голосам других людей, которые хотят жить на лучшей планете, на самом деле имеет вес и делает разницу. Итак, Стокгольский Международный институт воды, который поднял очень животрепещущую проблему, о вреде современного животноводства. И было заявлено, напрямую были связаны основные направления разрушения экологии с тем, что сейчас проходит в сфере животноводства. И было заявлено официально, что именно животноводство сейчас приводит к истощению почвы, к тому, что у нас мы имеем погибающие моря из-за стоковых вод, которые появляются в процессе животноводства и в процессе переработки продуктов животноводства. Кислотные дожди, которые в большей части являются, как это ни удивительно, продуктом животноводства. И также вырубание лесов. Это ситуация, о которых начинают говорить открыто в мире. И эта ситуация требует решения, потому что существуют на самом деле альтернативные технологии. И институт воды в Швеции указал совершенно конкретно, были проведены расчеты и вычисления, исследования, что на сегодня только для нужного животноводства используется одна треть, одна треть, от одной трети до половины всей доступной площади Земли. Вот вдумайтесь в это, если мы вновь, опять отношу вас к предыдущим вебинарам, где мы рассматривали, сколько у нас вообще площади суши, на которой можно жить. И мы с вами вычисляли, что это очень небольшой процент, учитывая, что на нашей территории то, что не находится под реками, озерами, водными акваториями, у нас на оставшейся части суши имеется болото, у нас имеется тайга, у нас имеется тундра, непроходимые леса и имеются горы. И если это все вычесть, останется очень небольшая территория, и еще из этого мы с вами половину отводим животноводство. При всем том, животноводство потребляет еще и одну треть от всей свежей воды. А все сельское хозяйство использует до 70% водных ресурсов планеты. Когда начинаешь видеть эти цифры, не просто в чувствоваться в них, а начинаешь видеть эти цифры, начинаешь понимать, что пора пересмотреть все отношения человечества и каждого человека отдельно к тому, как мы видим себе обеспечение себя продуктами питания. Вновь. Сейчас здесь нет речи о вегетарианстве, о веганстве, о том, есть ли человек мясо, употребляет ли он вино. Мы начинаем смотреть на это в глобальных масштабах, в общечеловеческих и планетарных масштабах. И мы переходим к тому, что по карману ли человечеству, современному, свобода, чистая экология и долгий уровень жизни, достойная зарплата и короткий рабочий день, по карману, когда нет жадности и когда нет талчности. При том, что сегодня животноводство в таких огромных количествах потребляет ресурсы и более того, нашу мясную промышленность сегодня действительно называют одним из источников, вдумайтесь только в этом, мясная промышленность, промышленность животноводства сегодня называют одной из причин голода в мире. Когда человек не дает себе труда посмотреть суть и посмотреть вглубь, он может возмутиться. Каким образом производство такого огромного количества еды может служить причиной голода в мире? Но это факт, что на сегодня в мире голодает около миллиарда людей. И тогда вопрос, куда уходят и на что тратятся те огромные ресурсы в нашем сельском хозяйстве, которые заставляют нас вырубать леса для того, чтобы посадить пальмы и получать пальмовое масло, которое является заменителем многих натуральных продуктов. Для того, чтобы вырубать леса и делать из них пастбище, которые затем подвержены коррозии почвы. А для чего мы выращиваем такое огромное количество в свиноводстве, в животноводстве, когда потом засоряем ими огромное количество сточных вод, которые засоряют не только близлежащие водные акватории, но и подземные воды, и, как мы видим, моря и океаны. Сейчас, когда в Европе, в России и по всему миру выбрасываются миллионы тонн готовой еды, в Йемене каждые 10 минут ребенок умирает от недоедания. И не только там. У нас очень много стран и государств, где люди голодают. И тогда вопрос, чем мы занимаемся на этой планете, для чего мы выращиваем такое количество скота. получается, что животноводство работает само на себя. Получается, что мы заботимся не о том, как нам сохранить планету, не о том, чтобы на планете восторжествовала справедливость, всеобщее равенство и братство, чтобы люди имели высшее образование, имели хоть какой-либо уровень образования. Нет, мы сейчас заботимся только о том, чтобы промышленность работала. Мы работаем ради работы. И промышленность, промышленные роботы, современные технологии очень плавно и незаметно пытаются перетянуть на себя управление планетой. Это могло бы показаться фантастикой, но мы это наблюдаем. И животноводство, это отрасль сельского хозяйства, является одним из показательных примеров. сельского хозяйства. И это парадокс. Выращивая такое огромное количество продукции в этой сфере, мы имеем все больше и больше химических продуктов и химических наполнителей в том, что на сегодня выдается за продукты животноводства на наших прилавках. Даже поразительно, но сегодня официально обсуждаются моменты поиска более натуральных заменителей белка в мясо-молочной промышленности. И одно из направлений, которое сейчас не только рассматривается, но и уже внедряется, это создание фирм по выращиванию сверчков и пауков, потому что вычислено, что они очень быстро размножаются, они очень дешевы в производстве и они содержат тот необходимый протеин, которым можно на 80%, а то и на 90%, если добавить вкусовые пищевые добавки, наполнить те продукты, которые сегодня являются, называются на прилавках наших магазинов продуктами мясной и молочной промышленности. и наступает момент, когда уже не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Человечество почти разрушило эту планету сельхоз угодьями для того, чтобы вырастить сою, пшеницу и все остальное не для голодающих людей, не для голодающего населения, а для того, чтобы покормить животных, которые буквально вытесняют своим размножением и природу, и естественную флору, и фауну, а в итоге на прилавках наших магазинов, в мясной и молочных продуктах мы имеем заменители, которые не имеют никакого отношения ни к молоку, ни к мясу, ни к тому, ради чего вообще разрушаются эти территории. К счастью, у нас есть альтернативы. И когда мы начинаем с вами говорить про линейные города, когда мы начинаем с вами рассматривать действительно эту уникальную технологию, которая объединяет мир. Мы говорим всегда о том, что линейные города Skyway, технология Skyway, вообще Skyway объединяет мир. Действительно, когда трасса проложена вокруг Земли, когда мы идем от одной пересадочной станции к другой и прокладываем путевую структуру, и вокруг каждой станции появляются мини-города, здесь уже нет границ. Когда появляется такой высокоскоростной пассажирский грузовой транспорт по всей планете, здесь уже нет границ. Границы становятся неактуальны на самом деле. Это способствует объединению человечества в совместных технологиях, в технологиях, которые на самом деле действительно дают колоссальную помощь и поддержку странам, по которым проходит и пролегает технология. И сейчас, когда мы смотрели на фотографии этого ребенка, их огромное количество в интернете, не только в Йемене, и в Африке, и в Индии, много где голодает детей, много где голодает людей. Ведь вдоль трассы, когда мы с вами говорим, что впервые в истории человечества есть потенциал, когда города начинают не только кормить человечество, но города начинают сохранять природу планеты земли. Это парадокс, который возможно внедрить именно через линейные города струнного транспорта второго уровня. Когда прокладывая трассу, когда ставя пересадочную станцию, вдоль трассы восстанавливается почва, вдоль трассы могут ставиться теплицы, которые будут тут же обслуживаться, и даже сами посадочные станции могут очень легко работать в виде вертикальных станций, вертикальных теплиц. Сейчас на планете появилось новое определение. Оно звучит, как городское сельское хозяйство. Это парадокс, а может быть не парадокс, но одним из людей, который очень активно сейчас продвигает именно городское сельское хозяйство, является брат Илона Маска. И он очень активно в этом сейчас развивается. Очень многие находят это забавным, очень многие за этим пристально следят, но все же факт остается фактом. Кимбал Маск, младший мравь генерального директора Тесла, заявил о своем новом проекте. Этот новый проект называется «Акселератор с Сквор РОЦ». То есть как бы вертикальное строение, когда в каждом городе, условно, в каждом городе, в каждом доме, в каждой квартире, если хотите, в каждом детском саду, на любом строении, которое идет вверх, вертикаль, что внутри, что и снаружи, в зависимости от климата, в котором размещается подобная ферма, можно выращивать продукты питания. И сегодня современное человечество все больше и больше начинает в свой рацион включать именно овощей, фруктов и зелени. Это на самом деле то естественное питание, с которого мы начинали. Человечество всегда очень мало ело мяса. И промышленность, мясо-молочная промышленность, которая захватилась сегодня многие области в производстве апеллирует на тем, что имеет огромную занятость среди населения, легко могло бы переориентироваться на подобное производство продуктов питания. На самом деле человечество может при существующих современных технологиях очень безболезненно переходить к улучшению качества жизни. Без революции, без того, чтобы что-то громить, без того, чтобы что-то обнулять, а просто начиная строить новые линейные города, либо начиная новое строительство, которое сейчас полно в каждом городе, закладывать эти уникальные технологии, эти умные дома и возможность самообеспечения себя, своих городов, своих поселков действительно экологически чистыми продуктами питания. Вертикальное сельское хозяйство, которое сейчас начинает активно развиваться во всем мире, оно названо бизнесом, который улучшает условия жизни на планете. Это действительно так. И вы знаете, что для тех из вас, кто следит за технологией Skyway, вы знаете, что Антон Дарч получал грант от ООН, что озеленение домов было признано действительно выдающимся в том, чтобы качественно улучшать жизнь на планете и улучшать экологию. Недавно весной, можно сказать, что недавно мы были в Париже. И я наблюдала там на крышах домов, на балконах домов, многих домов на самом деле зеленое насаждение. Я была вдохновлена до тех пор, пока просто не напросилась в гости к хозяевам одной из таких квартир. Оказалось, что те зеленые елки, зеленые кипарисы, зеленые березы, которые стоят у них на балконах, это то, что им поставляют раз в несколько месяцев с местных теплично-парниковых хозяйств. Это зеленые растения, деревья и кустарники, которые растут в горшках и катках. Они очень быстро исчерпывают все питательные вещества, которые там были. Дальше растения не могут, потому что иначе им просто разрушат конструкции балкона. Они погибают успешно, их успешно выкидывают и заменяют новыми. И мы сейчас с вами говорим о принципиально новом виде озеленения городов. Когда это не просто озеленение, потому что у меня на пятнадцатом этаже или на сороковом этаже стоит береза, место, которое на земле, в лесу, и которое я потом выкину и заменю на новую. А действительно сады, которые вентилируют, фильтруют воздух, которые защищают от шума и пыли, которые дают достаточно влажности, которые дают прохладу, ведь это факт, даже находясь под палящими лучами солнца, стоит вам зайти в лес, вы испытываете прохладу. И когда вы прикасаетесь к дереву, прикасаетесь к листочку, вы чувствуете, что они прохладные. Это так. И когда у вас вокруг появляется достаточно много зелени, вы начинаете чувствовать эту прохладу. И, наверное, это лучше тех кондиционеров, которые в квартире гоняют по замкнутому кругу один и тот же воздух, просто насыщая воздух дополнительным количеством вредоносных бактерий, но вовсе не очищая его. И технологии, о которых мы говорим, они существуют. Фотографии, которые вы видите сейчас в виде презентации, это фотографии, это слайды, которые взяты из интернета, это теплицы, которые реально сегодня существуют. И за рубежом еще раз скажу, открылось целое направление. Целое направление, где люди у себя в домах, у себя в квартирах просто выстраивают на стенах вертикальные сады и начинают выращивать для себя продукты питания. Все больше и больше людей сейчас начинает обращать на это внимание. А в случае с нашими пересадочными станциями, которые являются достаточно высокими, и в Борной местности, и вдоль морей, и вдоль океанов, вдоль рек, и вообще конструктивно по технологии в зависимости от местности, где будут проходить струны транспорта второго уровня, эти башни часто будут настолько высоки, что там можно будет размещать не только вертикальные, но и горизонтальные целые этажи подобных теплиц, которые будут выращивать продукты питания, зелень, овощи для всего населения этого города. Сейчас появилось даже такое направление, оно не новое, на самом деле, шмелеводство. Было открыто, если так можно сказать, что шмель является менее агрессивным, чем пчела, и шмели даже стали запускать, закупать и запускать теплично-парниковое хозяйство, потому что они помогают опылять помидоры, помогают опылять овощи, и фрукты, которые там растут, и действительно повышают урожайность. И в случае, если мы будем говорить о таких масштабах, которые вы видите сейчас на экранах ваших мониторов, это действительно будет создавать дополнительный нюанс такой в развитии, в поддержании экологии линейных городов. И с вами очень будем надеяться, что даже там, где мы живем сейчас, все это можно внедрять. И на самом деле внедряется. На самом деле внедряется достаточно широко, достаточно плодотворно, мы могли бы сказать так. И сейчас возвращаясь к тому, с чего мы начинали, к вопросам с водой, к вопросам с животноводством, к вопросам о том, что 90% всей сои, 80% всей кукурузы, 70% всего зерна вскармливается убойному скоту. О том, что огромное количество территорий сегодня на этой планете вовсе не способствует тому, чтобы человечество процветало, оно способствует тому, что экология на планете ухудшается. Ухудшается с каждым годом, ухудшается с каждым часом, с каждой неделей и с каждым месяцем. И мы с вами можем внести лепту, мы с вами можем внести свой голос, то, чтобы планета начала меняться, то, чтобы начали появляться новые технологии, чтобы наконец новое сознание, которое способствует тому, что технологии используются по назначению, наконец-то нашло, стало бы главным на этой планете. И если сейчас мы с вами вернемся к институту пресной воды в Швеции, в Стокгольме, у них есть ряд очень интересных исследований. Один из разработчиков, один из сотрудников этого института провел исследования. Его исследования были очень интересны. Вывод из своих исследований, которые он провел, звучит наверное парадоксально для современного человечества. Он таков, что распределение водных ресурсов в современном человечестве ведет скорее к сотрудничеству, нежели к противоречиям. Откуда был сделан такой вывод? Когда Стефан Мак Кефри начал рассматривать эту ситуацию, первое, о чем он начал говорить, о необходимости развития сотрудничества и дипломатии в сфере водоснабжения. Потому что факты говорили сами за себя. То, что сейчас способствует развитию конфликтов в сфере водоснабжения, это рост населения, это действительно атака, изменение климата и основной факт заключается в том, что большая часть источников крестной воды находится во владении нескольких стран. Вовсе не каждая страна может похвастаться тем, что имеет неограниченные запасы питьевой воды. Нам повезло, у нас есть озеро Байкала, у нас огромное количество рек и озеров, как впрочем и в Финляндии и в скандинавских странах, но у нас испытывают острую нехватку питьевой воды не только Индия и Африка, Испания, многие регионы Соединенных Штатов. На самом деле на нашей планете очень много стран, которые действительно испытывают острую нехватку в чистой питьевой воде. И радует то, что исследователи, которые начинают рассматривать этот вопрос, первым ставят сотрудничество во главу угла в том, как сохранять водные ресурсы, как их очищать, как ими распоряжаться, а вовсе не противоречия вновь мы приходим с вами к тому, с чего и начинали, что в современном мире сотрудничество более эффективно, чем конкуренция. Объединение в технологиях, объединение для внедрения намного эффективнее, чем разрозненные узкие наработки в каком-то узком направлении. И даже более того, на сегодня не является больше эффективным и разумным, когда в одной и той же отрасли существует конкуренция настолько, что все разрабатывают улучшения к тому же самому бензиновому двигателю, либо к дизельному двигателю, либо начинали каким-то образом пытаться улучшить авиационное топливо. Сегодня это не является рациональным. Человечество изменилось. люди не хотят больше работать ради работы. Интернет, который показывает мгновенно, как живет каждый человек в любом уголке. Перископ, который вы можете включить в любую секунду, как только у вас есть доступ к интернету, и увидеть, что там тысячи тысяч передач в свободном доступе со всего мира. когда вы можете видеть, что действительно происходит на этой планете, на самом деле вы начинаете по-другому относиться к себе и к своей жизни. Вы начинаете по-другому рассматривать ресурсы на этой планете. Вы начинаете понимать, что жизнь, наверное, большая с точки зрения человека. Жизнь достаточно большая, чтобы набраться мудрости. планета маленькая, а Земля круглая. И куда бы вы ни пошли, куда бы ни поехал современный человек, через какое-то время он обогнет всю планету. Он попутешествует по каждым континентам, он увидит разнообразие флоры и фауны для того, чтобы подтвердить. Планета очень могла на самом деле. И наша ответственность позаботиться о ней, наша ответственность для того, чтобы начать жить в новом мире и начать внедрять его. У нас тут очень красивый вопрос, будут ли полезны такие плоды, если они вырастут не на земле. Я интересуюсь темой гидропоники и хочу выращивать здоровую продукцию. Конечно, они будут полезны. Конечно, они будут полезны. Здесь мало людей, может быть и много среди присутствующих, те, кто знает, что такое ченнелинг, что такое послание для человечества из высших сфер, от мастеров. На самом деле их огромное количество было всегда на этой планете, включая даже то, чему поклоняются все планеты, это Библия. и все существует очень много информации о том, что сама планета Земля, которая является разумным существом и которая появилась на этой планете еще до того, как появилось человечество, что планета, ее сознание, которое называется Гайя во многих источниках, поддерживает гидропонику. И от самой Гайи было очень много информации о том, что она рассматривает гидропонику как вертикальное сельское хозяйство, если мы так назовем, как один из прогрессивных методов. И у нас же приводится очень большое количество расчетов того, сколько можно вырастить в вертикали и сколько можно вырастить в горизонтале. И вертикаль имеет намного больше плюсов. намного больше плюсов на самом деле. И нет такого понятия, что то, что мы выращиваем в земле, полезнее того, что мы выращиваем на гидропонике. Если помните, вот мое поколение, мы вырастали все сульфаты, фосфаты, когда я прекрасно помню, как моя бабушка сыпала сверху помидоры этим белым порошком в гранулках такой был, мешали ложку на ведро, на банку, уже не помню на что. Поэтому сейчас говорить о том, что что-то выращенное в земле, полезнее того, что будет выращено в гидропонике, это уже не так. Это уже совершенно не так. Мы не видим сегодня действительно экологически чистой земли почти нигде, учитывая те кислотные дожди, которые идут, учитывая те загрязненные, зараженные подземные воды, которые питают все наши растения. И более того, если мы начинаем становиться цивилизованными, то мы можем лучше оставить для природы эту прекрасную землю, эту прекрасную поверхность, действительно выведя вертикальное городское сельское хозяйство, сделав вертикальным. и вновь скажу, что вот пишет Татьяна, что лучше не гидропоника использовать произведенный гумус. И то, и то будет использоваться. Нет такого понятия хуже или лучше. Есть доступность ресурсов и для того и другого нужны абсолютно разные конструкции, потому что гумус имеет вес и его как бы это немножко сложнее, чем просто размещать в трубочках, по которым течет вода и так далее. Но все будет использоваться, конечно, потому что планета огромная, линейных городов там надо построить много, технологии идут по миру семимильными шагами и будет использоваться все. И, конечно, мы с вами верим, что планета Земля, мы с вами в качестве этих уникальных жителей планеты Земля вполне достойны того, чтобы изменять эту планету, чтобы использовать эти новые технологии для того, чтобы мы здесь не для того, чтобы занять площадь фермами подсверчков, пауков и тараканов, перемалывать мясорубки и заявляя, что это лучший заменитель протеина и мелка. Я думаю, что мы найдем с вами другие методы и другие решения. И мы все здесь с вами для этого. Мы все здесь помогаем тому, чтобы это случилось и чтобы это произошло. На самом деле это так. А кто из вас сталкивался вообще с вертикальным сельским хозяйством? У кого рядом с вами? Возможно, в вашем городе, возможно, ваши соседи, ваши знакомые уже начинают выращивать, пользоваться такими технологиями. Понятно, что большинство зелени сейчас в наших магазинах выращивается подобным образом. И все же, кто из вас конкретно сам сталкивался с этим? Вот не просто очень интересно узнать. У нас есть немного времени до завершения нашей сегодняшней встречи. А вот многие впервые слышат. Ну, тогда тем более мы рады, что вы это услышали здесь у нас и мы с вами, что называется, идем в теме. Идем в теме. И вновь в завершении нашей сегодняшней встречи я благодарю всех вас, кто поддерживает внедрение этой уникальной технологии струнного транспорта второго уровня. Благодаря вам будет возможно строительство линейных городов и возможно вы будете теми, кто создал уникальный прецедент на этой планете. Смены парадигм. С парадигмом, что село и область питают здесь для того, чтобы питать город, чтобы обеспечивать его жизнь. и мы переходим к новой парадигме, парадигме линейных городов, где город поставляет жизнь всему человечеству планеты Земля. Поставляет продукты питания, восстанавливает почву, а не разрушает ее, создает новые альтернативные источники энергии, способствует улучшению экологии, способствует качеству жизни, внедрению всеобщего высшего среднего и начального образования и вообще SkyWay объединяет мир, потому что и вы в том числе в этом участвуете. И мы не прощаемся, потому что никогда не расстаемся. До встречи и успеха всем нам! Время! Субтитры создавал DimaTorzok